Уже на этом этапе у следствия есть неопровержимые доказательства причастности Сергея Фургала к организации убийств предпринимателей Евгения Зори и Олега Булатова, а также покушению на убийство Александра Смольского. Эти преступления были совершены в Хабаровском крае и Амурской области в 2004 и 2005 годах. Работа по раскрытию этих преступлений никогда не прекращалась, однако она значительно осложнялась тем, что лица, возможно осведомленные о произошедшем в большинстве своем, были запуганы и отказывались давать подробные показания на Фургала его соучастников. Тем не менее, в материалах уголовных дел еще на первоначальном этапе имелись разрозненные показания отдельных свидетелей об обстоятельствах преступлений и возможной причастности Фургала. В 2019 году доказательственную базу удалось пополнить и другими сведениями, что впоследствии позволило следствию сделать однозначный вывод о причастности Фургала к организации убийств и соединить в одном производстве уголовные дела. Для следствия очевидно, что решения о совершении убийств принимались на фоне продвижения Фургалом и его соучастниками собственных коммерческих интересов. Например, убийство Зори было связано с длительным конфликтом с Фургалом и судебными разбирательствами по поводу приобретенного Евгением Зори железобетонного завода. Предпринимателя убили за день до вынесения судебного решения, итог которого был очевиден для обоих. Второй жертвой Фургала и его соучастников стал его же компаньон Булатов, который подозревал Фургала в причастности к убийству Зори. Опасаясь разоблачения, Фургал в соучастии с другим фигурантом уголовного дела организовал убийство Булатова. Физически устранив неугодного компаньона, Фургал также завладел и его долей в общем бизнесе – компанией МИФ, которая занималась скупкой и перепродажей металлолома. Позднее, расширив свой бизнес, Фургал открыл в одном из населенных пунктов Амурской области пункт приема металла. Аналогичный бизнес там вел Смольский, принимавший сырье по более высокой цене. Фургал, желая вытеснить конкурента с рынка, требовал изменения ценообразования либо полного отказа от бизнеса. Этот конфликт Фургал решил уже, по-видимому, привычным способом, организовав через соучастников убийство потерпевшего. В гараж, где находилась жертва, было брошено две гранаты. По счастливой случайности Смольский выжил. Также в угоду коммерческим интересам был устранен местный житель Роман Сандалов, вину за убийство которого взял на себя охранник и личный водитель Фургала. Стоит отметить, что одним из приближенных Фургала является Александр Карепов, ставший его помощником в период работы депутатом Государственной Думы. В начале 2000-х годов Карепов был тесно связан с местной преступной группировкой, так называемыми Тимофеевскими. Именно представители этой банды, как полагают следствия, были непосредственными исполнителями убийств, которые организовали Фургал и его соучастники. Сам же Фургал неоднократно прикрывался своим депутатским статусом и не являлся к следователю для дачи показаний. С учетом тяжести совершенных преступлений и санкции соответствующей статьи Уголовного кодекса, именно суд решит вопрос о применении сроков давности, но у следствия не вызывает никаких сомнений участие Фургала в качестве непосредственного заказчика убийств. Это подтверждается собранными доказательствами, среди которых заключение экспертиз, материалы оперативно-розыскной деятельности, показания свидетелей и иные сведения.